Да, ребят, давненько у меня не было больше параллель, что-то я, если честно, прям соскучился, но, честно говоря, чтобы вы понимали, что сейчас произошло. Да, я не нашел десятый уровень, я не нашел седьмой, я не нашел четвертый, я не нашел первый. Это не относится к выступлению, это относится к моей реальной жизни. Дело в том, что сейчас 9.24 часов утра. Где-то в 9 часов я, значит, стою в магазине. Купил я, значит, два энергоса, естественно, и один баллончик краски, белый цвет, потому что у меня, естественно, строятся сцены и так далее. И тут происходит следующее. Мне это все пробивают. Я беру карточку и четенько оплачиваю. Оплата воспроизведена, и тут же вырубается свет. Все? Все у вас? Я был последний, кто оплатил свои товары, перед тем, как вырубиться в моем районе свет. То есть сейчас одна улица у меня, ну, примерно пол старухи без света просто. Просто пол района без света, серьезно? Да, остальные люди пошли просто обратно к вложить продукты, потому что света нет. И я, как понимаю, свет вырубится буквально на несколько часов. На час, может быть. Как ни странно, я сейчас, когда понял, что вырубили свет, я такой, только не в моем доме, блядь. Только не в моем доме. И я сейчас сижу, это значит, что свет у меня есть. Но, я так охерею, если свет здесь вырубят, когда я найду какую-нибудь девятку или десятку, это будет не смешно. Но, для начала, мы начнем открывать призовые велспины и так далее. И с этого я, наверное, пожалуй, начну. Честно говоря, ребята, у меня так тупит мышка, она меня просто уже бесит. Я планирую поехать кипить себе мышку, потому что это уже реально не смешно. Нормально, нормально. Деньги есть, вроде бы, можно съездить, заплатить. Да. Кстати, ВКонтакте надо будет аватарку. А-а-а, здесь супер игры, призовые, награды за дизайн. Прикиньте, если это была бы моя зарплата, просто капает так каждый день, блядь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так вот, если бы она так капала. Я бы реально охренел, я уже забыл, что у меня геймпад весит. А чё я мышкой пользуюсь, то что? Простите. Так, давайте супер призовую игру мы оставим на потом. Сейчас мы открываем велспины. Блядь, там их такие, да? По-моему, около сорока штук. Да, Санёк. Алё. Чё происходит-то? М-да. Сорок семь, твою мать, сорок семь. Что? Давайте десять откроем, реально. Или вот эти вот семь оставшихся. Давай добьём. Ебать, миллион есть, миллион есть, очень неплохо. Чего? Если сейчас так на бабках будет везти, я охерею. Тут, когда я сейчас ехал домой, я тут кое-что сидел такой, думаю, блин. А чё так у нас в Фурзе, это, в Ушваре, Урус так странно едет. То есть, как будто он прям не прёт. Он же должен прям херачить из-за всех сил. Потому что, ну это, ну это, ламборгини, ни хера себе. Это Урус, это залупа, это писка, это классно. Ну, блин. А чё он не едет-то? Сеста элемента пободрее летит. Не жаль, Урус. Для чего его сделали? Я понимаю, что это внедорожник, вся фигня, но он должен лететь. Не хз. Лотус. Как будто Феррари писта, блин. Выглядит очень странно. Пирни нет, а? Неплохо. А теперь призовая суперигра. Три штуки, мать твою. Фиба, блядь. Опять штук Мерселаго. О-о-о-о. Мерселаго это просто, вот честно говоря, как и Букин, обожаем мы эту тачку. Это просто имба. Мне она очень понравилась в драйвер Сан-Франциско. Когда я на ней катался, эта машина полноприводная получается, я считаю, как я понял. Потому что когда я двигал в ручник, машину разворачивала, я тут же давал газу. Но думал, что это за днепривод. Я хотел прям помощнику раздать, а он прям берет и передний привод врубает. Я такой, что? И он просто в какой-то момент просто придет вперед-назад. Я такой, типа, шиву. И тут я разгоняюсь до 200. Это было, что... Три машины. Лансер 037. Вот, кстати, вот эта лансер достаточно прикольная. Если была баланса Stratos... Надо же, блин, вот... Доводят меня игры вот до последнего. Вот эти вот... Брали 2, где вот эти все машины, которые я полюбил. Peugeot 206. Skoda Octavia. Лансер Stratos. Ford Escort, Ford Focus, блядь. Subaru Impreza. Еще там была какая-то... Toyota Corolla, блядь. Toyota Corolla. Это была моя самая любимая тачка. Вот серьезно. Вы просто поставьте лайк, кто вот любит. Видите, вот все машины, которые я сейчас назвал. Aston Martin Vulcan Fee. Себе, блядь, вот это я получил. Офигеть, просто серьезно. Охренеть. А теперь можно начать бушевать. Здорово, здорово, дорогие друзья. С вами канал Триво Дом. И сегодня мы херачим бушевалы. Да, я вылетел из Харри и еду. Я только выехал, мне уже выдали призовую игру. Серьезно, ребят? Так, стоп, подержать. Шумно так подлагивает немного. Прям чувствую это. Просто представьте себе, вы сидите дома в деревне, и тут, блядь, ломбасиста летит такая по деревне. Раздает, блядь, раздает нахер бачком. Я знаю, что вы скажете. Зажрались. Как я тогда смотрел в мажорку, когда эти, блядь, ешку 63-ю в поле кукурузное пустили. Вот это я реально осуждаю, на самом деле, потому что это, ну, впустить ее 63-ю в этот поле кукурузное, но это уже через шут. Стоп, подожди, подожди, подожди. А где я нахожусь, стоп? Стоп, блядь. Так, стоп, если я здесь. Во, 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 да, да, да. По-моему, вот это, да, место же, на котором мы находили тачку. Я надеюсь, что здесь что-то будет. Просто я что-то понять не могу. Я карту немного посмотреть. Я не знаю, что происходит, но 8 игроков уже есть, как бы. Вопрос, зачем мне баллончик краски, который я купил? Дело в том, что я его взял для того, чтобы покрасить железо, оставшись для сцены, потому что там железо осталось. Но, я, оно же там грязное, естественно, в масле вся фигня там моя. Я нашел старый баллончик желтого цвета и специально нанес на него, чтобы он засох. Лак, точнее, на железе. Чтобы оно не было грязным. Сейчас я когда пошел потрогать, у меня пальцы просто абсолютно чистые, то значит лак на железо нанесся очень хорошо. Ну, какой Nissan GT-R, блядь. Хминами. Блядь, стоп, иди сюда, Nissan GT-R, он же, вернее, а я как понимаю. Ну, это пиздец, блядь. Ну, если честно, у меня что-то интернет прям подзавис так немного. Так. Я не знаю, давай вот здесь хотя бы чуть подальше встанем, может быть там что-то будет. Сейчас, сейчас вот это, вот то, что сейчас вышло, это как на канале с Голиафом. Я вот просто смотрю на это все и понимаю, что я не хочу это видеть больше, потому что, блядь, это чисто перебор. Так, там, мне сказать, херня. Нихуйца, блядь. А что у меня так лагает, я не пойму? Неужели интернет так сильно пиздохится? Видел, у меня машина прям ускоряется, ускоряется. Каен, неплохо. Надо же, серьезно, мне нужно развернуться до начала. Объехать. Вот Каен, вот для чего он построен? Для джиппинга, который вот это все полюбили, джиппинг. У нас, кстати, я расскажу одну историю. Дело в том, что у нас в Ромавире произошло кое-что очень довольно-таки неприятное и очень странное. У нас как-то пару лет назад проходил джиппинг в болоте. Там, я живу рядом, где есть, находится болото у нас. Сейчас оно прям есть, но не особо прям, вау, такое стоящее, но... Ах, стоп, подожди, а где мы находимся? Где зона-то? Мы в зоне прям. Ясно. Вот, и, короче, у нас там проходил джиппинг. И вот там всякие байки там, еще что-то вот. Там была гонка вокруг болота. То есть там решили устоять гонку вокруг болота. И... А там был. Но не так уже долго, потому что мы потом с другом ехали, нам очень срочно нужно было ехать. Вот. Оно лагает, смотри. Ты понял? Оно лагает реально. Даже здесь дропа нет, ты понял? Он должен быть здесь, но его нет тут. Вот. И, короче говоря... Там произошел дикий скандал после того, как мы уехали. Уже потом там что-то... По интернету на остях говорили, потом мне еще рассказали. В общем, что произошло. В общем, что произошло. Он был так и в болото. То есть в воду прям. И хотел уйти. Его все задержали. И в какой-то момент люди поняли, что, ну, типа, чел, зачем ты это сделал? Они его заставили, как бы, ну, доставать из болота, естественно, лопату. Дальше было только хуже. Парень еле-еле копался в этом болоте. Еле-еле он с ног до головы был грязный. Все снимали на телефон, как он доставал лопату оттуда. Это настолько была жесткая и позорная херня. Бля, просто бедный чел. Заставили доставать лопату из болота. Это просто вот по всему интернету у нас про эту новость. Просто вот чисто мем был. Как человек стоит в болоте и вот тупо все снимают на телефон. То есть никто не хочет помогать. Все стоят и такие, типа, вот так. На телефон чисто снимают. Толпа долбоевого, блядь. Прям реально. И, блядь, это просто пиздец. Вот какого хуя, вот почему вот такие люди вот просто появляются тут на ровном месте. Ладно, там чел, вот... Чтоб вы понимали, чел достал лопату. Выкинул. Блин с ним. Он не может вылезти. Помогите ему. Просто возьмите и помогите челу. Да, он достал тебе лопату. Возьми, помоги ему. Вылезти. Нет же, ты достаешь телефон и начинаешь снимать. Тут два дропа, блядь. Хуй не знает, в каком ехать. Это что такое? Дай, угадаю, второй уровень, да? А, ну третий. Понял. Кататься на шестом. Прикольно. И тут второй, да? Саня чистый предсказатель. Блин, мать. Блядь, это просто... Я видел, кстати, это видео, на самом деле, фотографии, блядь. Это был какой-то трэш полный. Просто чел стоит в грязи с ног до головы. Он уже понял, плачет и просит о помощи. И самое интересное, что там еще было. Его не пускали из болота. Он выходит, его обратно толкают туда, в болото прям. Что это? Просто, блядь, четверки здесь, пятерки валяются. Чу, блин. Четверки, пятерки, охереть, блин. А здесь ничего нету, да? Наверное, а, зона здесь, по себе, блин. Так, и там что-то есть. А, здесь ничего нет. Идет мелкий дождь. Сейчас чекнем, что вот это вот. Я еще, кстати, заказал джойстик. И вот он, повелитель джойстиков. Я серьезно, вот в инстаграме, или где там я выложил, по-моему, в инстаграме я сделал пост о том, что я повелитель джойстиков. Иксбокс. Сони Плейстэшн 2. Сони Плейстэшн 1. А, растопы же, как у Сони Плейстэшн 2. Третий. Сони Плейстэшн 4. Сони Плейстэшн 5. Ждем шестой. Но, кстати, тут один странный момент, что, во-первых, как бы, я видел образ джойстика Сони Плейстэшн 6, но в какой-то момент... КСТАТИ... 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 Есть... Знаете, что? Везде одни четверки, то есть... Че один... Обожаю, Порш... Разворачивается как надо. Так, это че такое? А-а-а... Что? Стоп, подожди. Я потом пересмотрю этот момент, я увидел, кто-то нашел то ли 8-ку, то ли 9-ку Audi S1. То есть... Как Булкин говорил, что Audi S1 это самый позорный автомобиль в Форс Херезен 5. Он здесь 8-го, серьезно, да? То есть машина, которая ни хрена не едет. Хуниган группа. Угу. Понял? Стоять. Это не Хуниган? Тут че какой-то... На хуниган... Он поехал куда-то. Что? Дроп. Так. Стопы, стопы, как ни странно. Это кишенька, это просто патруль, так контролирую ситуацию. Ого. Такой патруль ищет 10-й уровень, розыск идет. Что это, четверка? Гольф четвертый. Стоп, подожди. А мы находились здесь, тогда машину. Надо будет запомнить это место. Я сейчас фоткаю, наверное. Я потом точку поставлю. Что-то у меня есть ощущение, что... Я не ставил там точку. Надо, кстати, зафиксировать и... Так, нам надо ехать в зону. Там че какой-то. Восемь игроков. Да, Санек. Блядь, на газете класс, сука. Мне кажется, что одной катки на слоне хватит. Ебь, твою мать, там игроков. Ебь, блядь. Серьезно? Там же десятки всякие. Я просто хочу сегодня либо второй, либо... Либо... Либо третье место занять. Серьезно, как красиво сейчас будет. Серьезно, серьезно. Аааа, отбожаю этот момент. Эхе-хе-хе. Так, стоп. Смотрим на карту сразу максимально. Так, скорее всего, у нас гонка будет куда-то туда. Так, ээээ... Подожди, подожди, подожди. Мне нужно вот по этой дороге выехать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И поехать прямо туда. Серьезно, серьезно. Какая хуйня едет? Что это? Хуйникандроч? Или что это? Так, надо притормозить, манеха. Стой, 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 стой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бляй, бат лагает, нахуй. Что? Чего? Охренеть, он вылетел. Охренеть, блядь. Сука, как лагает, нахуй. Я не знаю, что происходит. Просто лагает тупо. Я причем третий. Как ни странно, блядь. Так, проскочил. Приятно прям проскочил. Так, скорее всего, вон то есть десятка. Смотрите, как двигается быстро. На сегодня, я думаю, точно все, но... Ну да, все, 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 это чувак. Третье место. Заслуженное, заслуженное третье место. Продергался, но... Бля... Я, почему я не стал сегодня гоняться? Потому что я прям не хочу, чтобы мне сердце херошило за то, что я прям нашел десятки, там... Что, что-то и так далее. Ну, блядь, чё там, который улетел с моста? Я хуел, блядь. Третье, это очень хуел. У меня вроде ничего не грузится, но странно. Тут еще, по идее, есть один интересный момент. Я нашел одну игру, как-то там непонятно называется, очень сильно похожую на Genshin Impact. Я хочу ее скачать и попробовать сыграть в нее. Я хер не знаю, что такое, я просто хочу это попробовать. Но, что касаемо Genshin Impact, там просто немножко регистрация сложновато, поэтому я туда точно не пойду, потому что эта игра весит чуть больше 50, но это пиздец. Поэтому это точно не мое. Но я думаю, что на соль мы все вам заслужил. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам эта серия. Подписывайтесь на канал, если впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующую серию. До новых встреч. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.